Добрый день ребята! Сегодня у нас математика 6 класс, урок номер 2. Тема урока проценты. Проценты всякие нужны, проценты всякие важны. Процент учи, тогда сверкнет тебе удача. Если будешь проценты знать, точно смысл их понимать станет легкой, даже трудная задача. Чтобы достигнуть цели урока, ребята, нам нужно выполнять следующую работу. Мы с вами научимся понимать смысл слова процент, научимся читать и записывать проценты. Будем переводить десятичные дроби в проценты и обратно, будем распознавать три типа задач на проценты и научимся решать три типа задач на проценты. Что такое процент? Процент, ребята, это одна сотая часть числа. Одна сотая равна одному проценту. Целая один составляет сто процентов. Проценты выражают части целых чисел. В одних и тех же сотых доля. Удобно пользоваться, ребята, на практике. Запомните, сто процентов составляет единицу, 25% – одна четвертая, 50% – одна вторая, 75% – три четвертых. Немного истории. Слово процент происходит от латинских слов процентум, что дословно переводится как на сто. Знак процент произошел благодаря опечатке. В рукописях процентум часто заменялось словом центо – сто и писали сокращенно сто. В 1685 году в Париже была напечатана книга руководства коммерческой арифметики, где по ошибке наборщик вместо сто набрал проценты. После этой ошибки многие математики тоже стали употреблять знак процент для обозначения процентов. И постепенно он получил всеобщее признание. Давайте с вами представим проценты в виде десятичной дроби. Вот у нас известно 13%. Так как 1% – это 0,01% или 0,01%, то 13% – это будет 0,13% и 0,13%. И первое правило. Чтобы проценты выразить десятичной дробью, необходимо количество процентов разделить на 100. Запишем в виде десятичной дроби. 42% – 42 делим на 100, будет 0,42%. 8% – 8 делим на 100, будет 0,08%. 7,25% – 7,25 делим на 100, будет 0,725. И 568 процентов – это 568 делим на 100, будет 5,68. А теперь наоборот. Представьте в виде процентов число 0,17. Так как 1 сотая равно 0,01 – это будет 1%. Значит, 0,17 будет 17%. Мы подошли ко второму правилу. Чтобы число выразить в процентах, его необходимо умножить на 100. Давайте мы с вами найдем 1% от 666. 1% от 600 – это будет 600 делим на 100, будет 6. 60 делим на 100 – 0,6. И 6 делим на 100 – будет 0,06. Несколько процентов от числа находим так. Число делим на 100 и умножаем на количество процентов. Например, найти 5% от 600 – 60,6. Что мы делаем? Мы 600 делим на 100 и умножаем на 5. Будет ровно 30. От 65% 60 делим на 100, умножаем на 5 – будет 3. И от 65% 6 делим на 100, умножаем на 5 – будет 0,3. Устные упражнения. Найдите 1% от 254. Как видите, Знайка нам подсказывает, что необходимо число разделить на 100. 1% от 254 делим на 100 – будет 2,54. 1% от 348 – будет 3,48. 1% от 17 – будет 0,17. 1% от 59 – 0,59. 1% от 6 – будет 0,06. И 1% от 1 – будет 0,01. Второе задание. Найдите 20% от 200. Знайка нам опять подсказывает, что необходимо найти 1%, затем умножить на количество процентов. Поэтому 20% от 200 – будет 40. 12% от 195 – 23,4. 15% от 152 – это 22,8. 32% от 65 – 20,8. 90% от 81 – будет 72,9. 74% от 1 – будет 0,74. Третье задание. Тоже найдите число. Знайка нам подсказывает. Необходимо найти 1%, а потом умножить на 100%. 1% которого равен 9 – будет 900. 30% которого равны 6 – это 20. 40% которого равны 12 – это 30. 1% которого равен 7 – это 700. 90% которого равны 18 – это 20. 37% которого равны 0,74 – это 2. Рассмотрим с вами, ребята, основные типы задач на проценты. Это нахождение процента от числа, нахождение числа по его процентам и нахождение процентного отношения чисел. Первый тип задач – нахождение процентов данного числа. Задача. Книги 600 страниц. Мальчик прочитал 23% книги. Сколько страниц прочитал мальчик? Решение. Запишем краткое условие. Книга 600 страниц. Он прочитал 23% от книги. 23% переводим в десятичную дробь. Будет 0,23. И 600 умножаем на 0,23. Получили 138 страниц. Прочитал мальчик. И в ответе записываем 138. Второй тип. Нахождение числа по его процентам. Задача. Мальчик прочитал 138 страниц. Это 23% книги. Сколько страниц в книге? Решение. Записываем краткое условие. Прочитал 138 страниц. Это составляет 23%. А вся книга неизвестна. Чтобы найти, сколько страниц в книге, нужно 138 поделить на 23 и умножить на 100. Получили 600 страниц. И записываем ответ. Третий тип задач. Нахождение процентного отношения чисел. Задача. В книге 600 страниц. Мальчик прочитал 138 страниц. Сколько процентов всей книги он прочитал? Решение. Мы 138 делим на 600 и умножаем на 100. Получили 23%. Прочитал мальчик книгу. Алгоритм решения основных типов задач на проценты, используя определение процента. Первое. Определить тип задачи. Второе. Определить, что принимаем за 100%. Третье. Первым действием находим, сколько приходится на 1%. И четвертое. Находим ту величину, которая задана в задаче. Итак, рассмотрим задачи на проценты. Задача номер 1. В книге 400 страниц. Мальчик прочитал 25% книги. Сколько страниц прочитал мальчик? Это задача на нахождение процентов от числа. Краткое условие. 400 страниц – это 100%. И неизвестное количество страниц – это 25%. Что мы делаем первым действием? Находим 1% книги. Мы 400 делим на 100, равно 4 страницы. 1% – это 4 страницы. Второе действие. Узнаем, сколько прочитал мальчик. 4 умножаем на 25, получится 100. Ответ. 100 страниц прочитал мальчик. Задача номер 2. Мальчик прочитал 126 страниц. Это 21% всей книги. Сколько страниц в книге? Это задача на нахождение числа по проценту. У нас неизвестно, сколько страниц будет 100%. А 126 страниц – это 21%. Первым действием находим 1% книги. 126 делим на 21, будет 6 страниц. И вторым действием узнаем, сколько страниц в самой книге. Мы 6 умножаем на 100, будет 600. 600 страниц в книге. Третья задача. В книге 320 страниц. Мальчик прочитал 160 страниц. Сколько процентов всей книги он прочитал? Это задача на процентное отношение. 320 страниц – это 100%. А 160 страниц – неизвестное количество процентов. В первом действием находим 1% книги. 160 делим на 320, будет 0,5. И второе действие. Узнаем, сколько процентов прочитал мальчик. 0,5 умножаем на 100, равно 50%. Ответ записываем – 50%. Посмотрите внимательно, к какому типу задач относятся данные задачи. Вот первая задача. Турист проехал 800 километров, что составляет 20% всего пути. Каков намеченный путь туриста? Да, это задача – нахождение числа по его процентам. Вторая задача. В школе 1200 учащихся. 120 из них учатся на 5. Сколько процентов учащихся учатся на 5? Да, нахождение процентного отношения двух величин. Третья задача. Студенты посадили 2800 деревьев, 40% из них липы. Сколько лип посадили студенты? Нахождение процентов от числа. И давайте с вами решим эти задачи. Первая задача. Студенты посадили 2800 деревьев, 40% из них липы. Это нахождение процентов от числа. Что мы делаем? 2800 делим на 100 и умножаем на 40. Получили 1120 лип. Вторая задача. Турист проехал 800 километров. Это составляет 20% всего пути. Каков намеченный путь? Это нахождение числа по его процентам. Мы 800 делим на 20, умножаем на 100. Намеченный путь – 4000 километров. Третья задача. В школе 1200 учащихся. 120 из них учатся на 5. Сколько процентов учатся на 5? Это нахождение процентного отношения двух величин. Мы 120 делим на 1200, умножаем на 100. Получили 10% учеников у нас отличники. Посмотрите на монитор, ребята. Для поддержания здоровья нам, ребята, нужно принимать ежедневные витамины А, В, С, Д, Е, К и так далее. Сейчас мы с вами рассмотрим задачи на потребление витаминов. Первая задача. Суточная потребность организма в каротине составляет 4,5 миллиграмма. А потребность витамина А составляет 30% о потребности каротина. Какова суточная потребность организма в витамине А? Это задача на нахождение процентов данного числа. Мы 4,5 делим на 100, умножаем на 30, равно 1,35 миллиграмма суточная потребность витамина А. Витамин А находится в печени, яйцах, твороге, рыбе, молоке, шпинате, моркови и петрушке. Вторая задача. В 100 граммах фасоли содержится 0,9 миллиграмма витамина В1, что составляет 45% от суточной нормы для подростков. Чему равна суточная норма витамина В1? Это задача на нахождение числа по его процентам. Мы 0,9 делим на 45 и умножаем на 100. Получили 2 миллиграмма суточная норма подростка. Витамин В1 находится в яйцах, молоке, печени, горохе, фасоли, простках, пшенице. Третья задача. Содержание витамина С в 100 граммах свежего шиповника равно 470 миллиграммов, что составляет 40% от содержания витамина С в 100 граммах сухого шиповника. Каково содержание витамина С в сухом шиповнике? Это тип задачи на нахождение числа по его процентам. Мы 470 делим на 40 и умножаем на 100. Получаем 1175 миллиграмм содержания витамина С в сухом шиповнике. И получается, где у нас находится? Цитрусовых, цветной капусте, фасоли, вредьки. Четвертая задача. Известно, что 1 килограмм арбуза содержит 0,8% витамина В9. И что нужно в день съесть 150 граммов арбуза, чтобы удовлетворить суточную потребность в этом витамине. Чему же равна суточная доза подростка витаминей В9? Это задача на нахождение процентов данного числа. Что мы делаем? Первым действием витамин В9 на 1 килограмм арбуза. Сколько приходится? Мы 1 делим на 100, умножаем на 0,8, получается 0,008 килограмм. И вторым действием 0,15 умножаем на 0,008, получаем 0,0012 килограмм. Суточная потребность В9 для подростка. Находится В9 в зеленом горошке, в фасоли и вредьке. Пятая задача. Коровье молоко содержит 0,2% витамина В2. Сколько граммов витамина В2 содержит 1 стакан коровьего молока? 1 стакан это 200 грамм. Это задача на нахождение процентов данного числа. Что мы делаем? 200 делим на 100, умножаем на 0,2, получили 0,4 миллиграмм витамина В2 в одном стакане молока. В2 тоже находится в твороге, в яйцах, овсяных хлопьях, рыбе, молоке и соевом масле. Шестая задача. Капуста при засолке теряет 20% своего веса. Сколько получится килограммов квашеной капусты, если купили 12 килограмм свежей капусты? Это задача на нахождение процентов данного числа. Первым действием мы находим потерю веса капусты после засолки. Мы 12 делим на 100, умножаем на 20. 2,4 килограмма теряется. И вторым действием от количества всей капусты, 12 отнимаем, 2,4, получается 9,6 капусты после засолки. Задача номер 7. В марте на рыбалке Айдар поймал 56 карпов, а в апреле 70. На сколько процентов Айдар поймал в апреле больше карпов, чем в марте? Это задача на нахождение процентного отношения чисел. Первым действием мы найдем процентное отношение. Мы 70 делим на 56, умножаем на 100. Получили 125%. И разность процентов будет 125 минус 125%. Задача номер 8. За зиму Винни-Пух съел 16 горшочков меда. Сколько горшочков меда заготовил Винни-Пух, если у него осталось 20% всех запасов? Это задача на нахождение процентов данного числа. 100 минус 28% это съел Винни-Пух за зиму. Второе действие. 6 делим на 80, умножаем на 100, равно 20 горшочков меда заготовил Винни-Пух. Итак, ребятки, подведем итоги урока. Что называется процентом? Это сотая часть числа. Как перевести проценты в десятичную дробь? Нужно разделить величину на 100. Как перевести десятичную дробь проценты, умножить дробь на 100. Какие типы задач мы сегодня с вами рассмотрели? Первый тип – нахождение числа по его процентам. Второй – нахождение процентов от данного числа. И третий – нахождение процентного отношения двух чисел. Мы с вами подвели итоги. Наш урок окончен. Я с вами прощаюсь до следующей встречи. Спасибо за урок.